Заместители главы Химок каждую неделю проводят пешие обходы всех микрорайонов округа. На месте оперативно решают вопросы химчан. Так, первый замглавы Родион Лёвочка встретился с жителями ЖК «Загородный квартал». В начале апреля из-за резкого потепления там произошел паводок. Вы знаете, у нас 22-й год был так, что немножечко не дошла вода до инженерного оборудования. Немножко, но буквально… То есть топит каждый год, и это не та проблема, которую можно отнести, допустим, раз в 4 года. В ближайшее время предстоит убрать траншею, выкопанную для отвода талых вод, а также привести в порядок паркинг, который пострадал при заливе. Работы уже начались. Перед выездом сюда мы посмотрели подборку обращений граждан по этим территориям, на что жаловались. Плюс ко всему здесь месяц назад было существенное затопление, поэтому мы посмотрели, как ликвидированы последствия, все ли сервисы восстановлены, все ли разрушения, которые были устранены. Также в ЖК «Загородный квартал» планируют модернизацию уличного освещения и благоустройства контейнерных площадок. Большой обход в Левобережном провел замглавы Андрей Зайцев. Вместе с жителями они осмотрели парк «Экоберег» – центральную прогулочную зону в микрорайоне. Как вам площадочка? Здравствуйте. Нравится? Ну, относительно. Ну, что не нравится? Уже все постарело. Надо покрасить или… Ну, хотя бы. Хотя бы покрасить? Многое нужно заменить, мне кажется. Ну, что-то сломанное именно есть, что нужно заменить? Здесь ничего не сломано. Во время обхода проверили качество уборки в парке, состояние зеленых насаждений, детские игровые комплексы и спортивные площадки. Когда ходишь в парк, люди, да, кто-то хочет просто погулять наедине с собой, побыть, подумать о чем-то, посидеть на лавочке, да. Кто-то птичек, как вы правильно сказали. А кто-то хочет здесь мероприятия такие спокойные, знаешь, знаете, там, ну, например, там какая-то зарядка, физкультура, что у нас там еще может быть? Многие люди, 60 плюс, очень просят на той части сделать танцы. Они хотели танцевать. Танцы и тому подобное. Ведь действительно парк, он должен жить. Экоберег – центр притяжения жителей. Зеленая зона парка в прошлом году вошла в число самых востребованных и заняла четвертое место в регионе по посещаемости. Химчане любят проводить здесь время всей семьей. Мы приходим два раза в день стабильно с ребенком играть, гулять. Нравится, во-первых, детская площадка. Нам очень нравится здесь. Набережная нам нравится. Еще нравятся белочки, которые прыгают у нас в парке. Тишина, спокойствие убрано. В принципе, площадки для детей хорошие. Хорошо. У нас здесь практически всегда хорошо убирают. И зимой чистят хорошо, и так довольно быстро на вере порядок. Заместитель главы округа Николай Батышев встретился с жителями микрорайона Планерное. Осмотрели состояние придомовых территорий. Одна из главных просьб активистов – помочь с ограждениями. И с колясками к нам, и с собаками к нам. Потому что тихий, хороший. У себя у них там кирпич, машины, как они хотят. Машины, место. А у нас такой рассадник, такой вот теплый. Ну, надо охранять. По уборке, ну, в принципе, у нас 5 тысяч жилищных. Как добавил Николай Батышев, к летнему сезону готовится основательно. Восстанавливают газоны, ремонтируют ямы во дворах, красят малые архитектурные формы. Все работы производят с учетом пожеланий жителей. Договорились, что мы в рамках весенне-летнего периода до 1 июля установим заборы, починим все порванные старые заборы. Вот, привезем земли под благоустройство, ну и поможем с растениями. Заместитель главы округа Игорь Панчук также провел обход в микрорайоне Подресково. Вблизи торговой галереи на Новозаводской организовали встречу с сотрудниками торговых объектов и жителями близлежащих домов. В сфере моей деятельности есть вопросы торговли. Мы провели вот вблизи торговых объектов, посмотрели их состояние и, соответственно, встретились с руководителем торговой галереи, который показал, каким ассортиментом товара он торгует, какие есть вопросы, в том числе жителей заслушали. И, в принципе, мы удовлетворены тем состоянием и положением дел, которые есть. Руководство торгового объекта находится в постоянном взаимодействии с администрацией городского округа и стремится со своей стороны обеспечивать надлежащий вид галереи. Все будет покрашено, побелено, отмыто, очищено. Обход в Старых Химках провел заместитель главы округа Денис Юрков. В поле зрения 21-й дом на улице Гоголя. В данный момент жители попросили рассмотреть вопрос о дополнительной пустике во дворе. Мы обязательно в рамках акций здесь предусмотрим, что мы с жителями выйдем до посадки. Здесь место позволяет для этого. Поэтому вот такие встречи, они очень важны, когда ты точечно на адресе и понимаешь уже здесь, своими глазами видишь то, что действительно здесь во дворе перечередно нужно. Нужна ли урна или не нужна, нужна ли лавка или не нужна. Старшая по дому Зинаида Майданюк озвучила все пожелания жителей дома. Рассказала о вопросах, в которых требуется содействие профильных служб. Я сегодня вижу, что новая команда, новые люди, как бы инициативные тоже. Хотелось бы с ними работать, работать вместе и решать все эти проблемы. Главный принцип таких обходов – получить обратную связь от жителей по волнующим вопросам и найти эффективное решение. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Вильфрид Демковский, Руслан Сафин. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ. Новости Химки-ТВ.